В городе Сланцы на протяжении двух месяцев работал мобильный учебно-производственный комплекс Комитета по труду и занятости правительства Ленинградской области по обучению парикмахерскому мастерству. Занятия проходили несколько раз в неделю, и вот, освоив теорию и практику этого дела, для выпускников наступил самый ответственный и волнительный момент – это сдача итогового экзамена. Это у нас первое такое стартовое. Обучение началось с июня месяца. Обучаются 8 человек, в том числе и мамочка, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Плюс у нас есть женщина уже возраст 45+, будем так говорить. Дело в том, что это очень востребовано, потому что профессия востребована. У нас постоянно на бирже труда есть заявки на парикмахеров. Но дело в том, что в Сланцах нет учебного заведения, которое обучает данной профессии. По этой профессии обучали в Санкт-Петербурге или в Кингисеппе. Это неудобно для жителей Сланцевского района, потому что, во-первых, это длительное обучение, во-вторых, это поездки. Все это, конечно, обучение проходит за счет службы занятости. Мы оплачиваем полностью обучение, кроме того, выплачиваем стипендию и возмещаем расходы на проезд и проживание в случае необходимости. Но все равно неудобно человеку тратить достаточное количество средств и длительно это. Поэтому приняли решение, приобрели вот такие мобильные комплексы и в любом районе Ленинградской области, где это востребовано. Мы готовы выехать, готовы обучать граждан, ищущих работу пенсионеров предпенсионного возраста, готовы обучать буквально всех. Перед началом экзамена с напутственными словами к будущим парикмахерам обратились исполняющие обязанности главы администрации Сланцевского района Марина Чистова и советник губернатора Ленинградской области Игорь Федоров. Они пожелали экзаменуемым удачи и любезно согласились принять участие в обучающем процессе в качестве моделей. В ходе экзамена Игорю Федорову сделали классическую стрижку, а Марине Чистовой – деловую укладку. Старания выпускниц были оценены гостями парикмахерского класса на оценку 5. Вы знаете, я морально готовился к этому мероприятию и специально даже не подстригался, чтобы волосы отросли, чтобы увидеть что-то новое, интересное, может быть даже креативное. Готов был даже к более каким-то эксклюзивным вещам, но вот да, вот с какими-нибудь вырезами, там еще что-нибудь. Ну, все, как говорится, в классическом стиле, правда несколько необычный для меня, так сказать, образ, потому что я обычно волосы стараюсь наверх как бы зачесывать, но мастер видит, мастер смотрит, походим так, посмотрим, может быть действительно так будет и лучше, но все увидим. В Сланцах действительно очень много салонов, потому что в Сланцах есть все-таки программа, которую реализует и биржа труда, комитет по труду и занятости, правительство Ленинградской области, но в Сланцах есть также по программе моногорода стартапы, которые тоже были в свое время востребованы, поэтому салонов очень много. Мастеров достойных тоже, ну как бы мастера достойные тоже есть, но действительно приток новой, скажем так, крови новых идей, это тоже всегда хорошо, потому что, я не зря девочкам сказала, оттачивать свое профессиональное мастерство, потому что профессионалу всегда очередь и всегда они востребованы, и к ним всегда есть запись, поэтому я надеюсь на то, что они себя найдут вот именно в этой профессии и станут мастерами своего дела. Помимо стрижек и причесок на экзамене оценивалось и соблюдение правил по пожарной безопасности и охране труда на рабочем месте. Все девушки продемонстрировали свое мастерство и получили от педагогов высокую оценку. В ближайшее время им будет вручен диплом об окончании курсов парикмахерского мастерства и они смогут приступить к долгожданной работе в индустрии красоты. Чем удобен еще этот комплекс? Дело в том, что все учебные заведения в основном они обучают в период учебного процесса. Летом такого обучения не происходит. Сегодня мы видим, что обучение началось с июня, сегодня у нас проходит как раз выпускной экзамен в данной учебной группе. Дело в том, что благодаря этому мобильному комплексу мы имеем возможность обучать в течение всего года и независимо от количества. То есть, если учебное заведение начинает обучение только когда укомплектована группа, то мы готовы обучать независимо. 2, 4, 6, 10 человек это будет. Самое главное, чтобы было желание. Напомним, что мобильный учебно-производственный комплекс был презентован Ленинградской биржей труда в марте 2018 года. На базе этого же передвижного класса есть возможность организовать еще и курсы маникюра. Помимо парикмахерского мастерства в комплексе представлены еще две компетенции – это сантехника и отопление и туристическая деятельность. Обучение проводится по высоким стандартам WorldSkills Russia и с помощью этого комплекса служба занятости нацелена не только повысить оперативность обучения, но и его доступность.